Вот так в Севолодсибирцев гигантский плавучий перерабатывающий завод работает в открытом море. Сюда рыболовные шхуны сдают свой улов. Десятки тысяч тонн сырья. Свежая сайра, минтай или сельтиваси. Все это упаковывают в банки прямо здесь в море и отвозят в Россию. Но каждый раз при выходе на промысел в исключительную эконом-зону рыбаков проверяют, как если бы они шли за границу. Это затрудняет добычу рыбы и увеличивает время доставки улова. А ведь еще в советские времена действовал режим так называемого «каботажного плавания» или «открытой границы». Временам Советского Союза то «каботажное плавание» означало переход из одного советского порта в другой, не заходя в иностранные порты. При этом пересекались и некоторые, так сказать, международные акватории. При этом мы ходили курильскими проливами. И никогда у федеральной пограничной службы не было к этому вопросов. Рыбаки требуют внести уникальные плавбазы в российский международный реестр судов. Это освободит плавучих переработчиков от уплаты таможенных платежей и страховых взносов с зарплат членов экипажа. Сейчас такими льготами пользуются только рыбодобытчики, те, кто сам ловит. Боловецкие плавбазы остались между двух типов основных судов. Они не попали в льготные режимы, которые использует Минтранс для того, чтобы вернуть суда из удобных флагов из-за границы. И в то же время они не отнесены, как суда специального назначения, к рыболовецким судам, которые по определению имеют такую льготу. Морское собрание – традиция, которая сегодня возрождается во Владивостоке. Как сделать рыбодобывающую отрасль по-настоящему эффективной? И кто, если не рыбаки, расскажут чиновникам о насущных проблемах? Именно поэтому морской совет проходит не на берегу, а здесь, на действующей плавбазе, которая недавно вернулась с рыбалки и уже совсем скоро вернется в район промысла. Морской совет при губернаторе не собирался уже 7 лет. За это время у рыбаков накопилось немало вопросов. Сегодня их внимательно слушали не только чиновники, но и смежники. Транспортники, контролеры, силовики, представители научных организаций. Все предложения и требования будут переданы в правительство в рамках реализации национальной морской политики России до 2020 года. Андрей Колесников, Александр Савельев, Дмитрий Попков. Вести Владивосток.